Идеальных не бывает. Каждый из нас ищет, а самое главное, находит изъяны в своей внешности. Сегодня мы решили спросить у наших горожан, а что бы они хотели изменить в своем лице. Ну вот форму носа, да, пожалуй, я бы, наверное, изменил. Но сейчас это уже ушло в прошлое. Поумнел, наверное. Вы ко мне подошли, значит, у меня хорошее лицо, правда же? Да. У вас тоже хорошее лицо. А вот который скрывается за камерой, я его лицо не вижу. Наверное, у него тоже прекрасное лицо. Я хотела бы скулы, чтобы они были побольше, ярко выраженные и очень красивые. Ну, в моем лице меня не устраивает нос, к сожалению. У меня есть горбинка небольшая, и она меня смущает. Мне кажется, без нее было бы лучше. Нет, я никогда не понимал людей, которые изменяют свое лицо. Почему? Потому что лицо – это такая вещь, это не как пирсинг стайл, вытащил. А так изменил, тебе не понравилось, уже все, не изменить ничего ведь. Хочется нос поменьше, губы потолще. Ну, короче, наверное, как у всех, особенно после всех этих кукол, которые продаются, хочется идеализировать себя. Глаза побольше. Еще что можно пожелать. Губы такие. Как сейчас модно. Ну, как казалось, очень много горожан хотели бы поменять форму своего носа. У вас, наверное, очень большой поток пациентов с этим вопросом к вам приходит. Ходит часто. Скажите, пожалуйста, а когда возможно оценить результаты ринопластики? Вообще, результаты ринопластики мы оцениваем спустя год после операции, потому что в течение года спадает отек с наружного носа и завершается процесс эрубцевания. И после операционный период действительно очень важен для результата ринопластики, потому что на неокрепший нос после операции начинают действовать мимические мышцы. И лица, как правило, у большинства людей не совсем симметричные. Мимические мышцы действуют по-разному. И если, например, человек улыбается одной половиной лица, то мимические мышцы могут действовать на неокрепший нос избыточно с одной стороны, что может в последующем проявиться какой-нибудь деформацией после операции. А когда пациент может выйти на работу? Существует примерно через 7 дней, если он работает в офисе, он уже через 7-10 дней способен выйти на работу. Единственное ограничение лицам, которые занимаются тяжелым физическим трудом, они испытывают ограничения в более длительный срок. Как правило, через 7 дней уже спадают отеки и синяки. И если мы не вмешиваемся на костях носа и не планируем изменять их положение, то как таковых синяков у пациентов не бывает. И они уже через 2 дня после операции могут увидеть результат. Хотя нос еще будет отечным. Вопрос от Елены. Насколько заметно, что была операция? Вообще человек, не знавший, что у другого какого-то бывшего вашего пациента была сделана операция, сможет заметить? Как правило, когда пациенты уже выписываются домой и выходят на работу, многие люди видят какие-то изменения в лице, но не могут понять. И они говорят пациентам о том, что они похорошели, как-то посвежели, но то, что у них изменилась форма носа, увидит далеко не каждый. Потому что даже если мы уменьшаем нос, после операции будет отек, и выраженных каких-то изменений ждать не приходится сразу же. То есть никаких шрамов, никаких рубцов не остается снаружи на коже? На коже не остается видимых рубцов, поэтому окружающим людям это не видно. А в целом лицо омолаживается, как правило. Понятно. Вопрос от Лидии. Можно ли на операции париносептопластики удалить еще и кисту из носовой пазухи? Можно. Мы очень часто используем одновременно эти операции. И в прошлой программе мы говорили о том, что для комплексного восстановления носового дыхания нужно устранить причины затруднения дыхания внутри полости носа и снаружи одновременно. И в таком случае эффект от совместных операций будет намного выше. И кроме того, эти операции проходят под одним наркозом, и пациент испытывает один послеоперационный период, что для него очень важно. То есть не нужно поэтапно приходить к врачу и решать эти проблемы, когда можно это сделать все за один раз. Это очень удобно. И все-таки вот ринопластика. Такая уж ли это простая операция? Ринопластика является одной из самых сложных операций. И для врача она сложна тем, что в ринопластике все решают миллиметры. А для пациента она сложна длительным и непростым послеоперационным периодом и ожиданием результата. И я говорил о том, что результат после операции мы оцениваем через год. И некоторые пациенты, когда мы их даже предупреждаем перед операцией, что все-таки будет отек спинки носа, и нужно будет подождать, чтобы прошло время, они все-таки обращаются через месяц и говорят, что вот вы нам обещали, например, уменьшить размеры носа, а нос еще не уменьшается в размерах, или, может быть, после операции какое-то время сохранятся горбинка из-за отека надкосницы, например, которая постепенно уходит, и нос приобретает ту форму, которую хирург уже создает во время операции. Вопрос от Дмитрия Александровича. Добрый день. Я делаю ринопластику после тяжелейшего перелома носа. Но скажите, насколько кости стали хрупки? И если, не дай бог, я опять сломаю нос, то ринопластику опять надо будет делать? Есть ли такая проблема? Есть ли какая-то хрупкость носа после ринопластики? Ну, это все зависит от того, сколько времени прошло, и какая деформация была, и насколько выражено было смещение костей носа, и что вообще делалось во время операции. И вот многие люди считают, что если у них есть горбинка, то обязательно нужно будет смещать косточки носа, и у них будут отеки синяки. Но иногда бывает, это удается избежать во время операции, особенно если горбинка, например, не очень выраженная, и в этом случае кости носа не становятся более хрупким. Но вообще, конечно, когда мы перемещаем кости носа, сближаем их и производим действительно перелом костей носа в правильном направлении с целью улучшения формы, все-таки нос может быть, становится более хрупким. И когда мы одновременно еще вмешиваемся на носовой перегородке и удаляем часть деформированных хряща, мы все-таки незначительно, но ослабляем опорную функцию носа. Вопрос от Анны. А хирургам какие носы кажутся красивыми? С горбинками может быть красивый нос? Ну, я говорю, что существует понятие «идеальный нос», и существуют определенные пропорции, на которые мы ориентируемся. И, наверное, каждому человеку подходит свой нос. И бывают очень красивые лица, которые имеют нос с горбинкой. Мы много знаем знаменитостей таких и так далее, которые не делают ринопластику, и это нравится окружающим. Поэтому все-таки все зависит от конкретного человека, насколько нос подходит лицу и так далее. А с какими же все-таки деформациями носа к вам обращаются чаще всего? Если женщины в основном обращаются с жалобами на увеличение длины носа и на наличие горбинки. Мужчины, как правило, приходят с искривлениями носа после травм. Бывают седловидные деформации носа, которые также могут возникать вследствие травм. Также есть национальные особенности носа. И, например, люди восточных, восточные народы имеют достаточно выраженную горбинку во многих случаях, и увеличение длины носа, и опущение кончика носа, и некоторые хотят от него испариться. А что такое седловидная деформация носа? Вы вот упомянули, что к вам обращаются. Такая деформация носа, при которой происходит западение в области спинки носа, и размеры носа при этом уменьшаются. И такая коррекция седловидной деформации имеет определенные особенности, поскольку, как правило, седловидная деформация является следствием травм или каких-то грубых воспалительных изменений в области, например, носовой перегородки, то хирургу приходится выполнять операцию уже на измененных тканях. И такая операция уже носит реконструктивный, восстановительный характер, при которой не всегда удается хирургу создать идеально красивый нос. Вопрос на сайте от Зинаиды. А можно изменить форму только ноздрей? В принципе, форма ноздрей, она зависит от положения хрящей кончика носа. И невозможно изменить форму ноздрей, не вмешиваясь на кончики носа. И бывает, что у человека широкое основание носа, и тогда ноздри становятся более круглыми. И тогда можно изолированно вмешиваться именно на основание крыльев носа, что может привести к изменению формы ноздрей. Вопрос от Светланы. Последние годы модным стал пирсинг в области носа. Может ли это как-то повлиять на его здоровье? Ну, если говорить о ринопластике, то мы пациентам рекомендуем перед операцией примерно за месяц убирать пирсинг, потому что это может сказаться на результате. Кроме того, если будет воспаление после установления пирсинга, это достаточно часто бывает, то воспаление может распространяться на хрящи крыльев носа. И если в процессе воспаления будет участвовать хрящ, то он может изменить свою форму, и произойдет деформация носа. Вопрос от Елены. Вопросов очень много, надеюсь, что успеем на все ответить. Сколько раз можно сделать операцию на нос, если не понравился первый результат? Вот Майкл Джексон делал операции и в итоге имел проблемы с носом. Оперировать нос можно несколько раз. Более того, есть сложные деформации носа, которые врач не может устранить за одну операцию. И бывают этапные операции, при которой мы получаем какое-то значимое улучшение во время первой операции, и в последующем мы доводим результат до нужного пациенту. В принципе, около 4% людей после операции нуждаются в какой-то коррекции. Я говорил о том, что операция сложная, и все зависит не только от хирурга, но еще отправлено послеоперационного периода. И могут происходить травмы носа и в послеоперационный период в ближайший, и тогда это потребует снова какой-то коррекции. Поэтому операции можно делать повторно. Другое дело, что тут уже хирург сталкивается с проблемами, которые возникли в результате первой операции. И если углубиться в историю, то раньше хирурги использовали так называемую деструктивную ринопластику, когда удалялись избытки хрящей в большем объеме, чем сейчас. Сейчас все-таки ринопластика, принято ринопластик делать в более щадящем режиме, и мы не удаляем хрящи, стараемся избыточно не удалять хрящи, а перемещать их в правильное положение для того, чтобы улучшить форму носа, не ослабив при этом носовое дыхание и так далее. Спасибо большое, Георгий Александрович, что Вы нашли время, ответили на вопросы. Вопросов было очень много, действительно, тема очень интересная. Надеюсь, что Вы ещё когда-нибудь найдёте время и нас обязательно посетите. Хорошо, спасибо большое. Оставайтесь с нами на связи и обязательно увидимся в следующую среду. Центру косметологии и пластической хирургии 25 лет. Четверть века мы с Вами на службе красоте и здоровью. Телефон 228-28-28. Субтитры создавал DimaTorzok